Музыкальный проект Красноярской краевой филармонии «Осень в Париже» пройдет уже 26 ноября и в этом году в третий раз, но это будет поистине уникальное событие. Почему? Потому что Академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланда, всеми нами любимого, совместно со Свободным балетом Валерия Терешкина представят этот самый совместный творческий проект. И сегодня у нас в гостях солисты балета Константин Торлецкий, Андрей Мамайф, а также директор группы Свободный балет Валерия Терешкина Ольга Сергеева. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну, расскажите, что мы сейчас видим на экране, как-то прокомментируйте. Мы видели там Владимира Бориса сейчас с дирижерской палочкой, Ланды, а теперь Свободный балет. Но это нарезка не из того, что вы увидите, а будет совершенно другое. Тогда интрига, что будет? Однажды на репетиции, когда Владимир Ланды был у нас в гостях, они общались с Валерием Терешкиным, и Владимир Борисович как-то очень сильно вдохновился на ту тему, что нужно поставить совместный балет. И как раз говорили о том, что приближается вот такой вот проект, и, естественно, там должны быть какие-то французские произведения. Вот. И Владимир Борисович говорит, по-моему, это должно быть именно для вашей труппы, это должно быть сотворение мира Дариуса Мьё. Дариус Мьё не тот композитор, который у нас на слуху, скажем, как Моцарт или Шопен, да, то есть это очень сложно. На самом деле это очень сложная музыка, но она не просто симфоническая, это симфоджаз. Это было написано в 1923 году, но уже тогда это был очень, это просто уникальная музыка. Вы знаете, вот тот одноактный балет, который был создан в 1923 году, он уже был сотворением мира. Вот. Но он был сделан не Валерием Терёшкиным, естественно, был другой французский хореограф, а Жан Дерлин. Вот. Там были такие сотворения мира, знаете, животные, травка, там, ну, всё такое, вот как в те времена и как у французов это бывает. Интересные костюмы. Здесь, естественно, совсем другое. Джазовая постановка, естественно, другой язык, другая пластика, именно то, что характерно почерку Валерия Терёшкина. Вот. И несмотря на сложность музыки, я вообще считаю, что очень правильно синтезировать балет и оркестр, потому что музыка, несмотря на её вот такую оригинальность и так далее, она сложна. Если ты просто слушаешь оркестр, сидя в зале, и не каждый ведь зритель, который приходит на концерт, будут те, кто придут в первый раз. Это обязательно. И вот те, кто придут в первый раз, им будет гораздо легче воспринять музыкальный материал. Это вообще удивительно. Когда ты видишь хореографию, то вдруг все акценты расставились быстро на свои места, и вот эта музыка становится такой понятной, я не знаю, прекрасной. Итак, двойной удар буквально по двум главным, по слуху и по зрению ожидает. Всех зрителей, давайте вот попробуем к сложности. Всё-таки мы спросим непосредственно у танцоров, насколько вам сложно работать с таким произведением? Ну, работать несложно. У нас уже были такие проекты неоднократно. То есть мы уже привыкли к этому. Единственная сложность, это, скорее всего, работа с живым оркестром. В чём она заключается? Ну, под фонограмму, когда репетируешь, то есть есть определённая фонограмма, и мы конкретно под неё ходим. Оркестр может сыграть где-то чуть-чуть по-другому. Где-то медленнее, где-то быстрее. То есть надо это быстро улавливать, уже поход будет. И потом всё передавать. Ну, вот что касается репетиции отдельных кусков произведения. То есть оркестр отыграл кусок, и потом перестраивается, и опять по-новой начинает играть, когда вы что-то репетируете. Да нет, это... Ну, тут по-разному может быть. Само произведение... Вот этот балет, он одноактный, он идёт около 20 минут. Около, я говорю, потому что дирижёр Бернстайн там вообще быстро 15 минут, он побыстрее дирижил. Вот, есть 17-40 и так далее. То есть здесь немножко другая ситуация. Просто живая музыка, ты её слышишь по-другому. Твоё ухо не заточено на то, чтобы... Мы слышим фонограмму по-другому, там сведено всё в студии, иначе немножко. Вот. А здесь ты можешь услышать неожиданно, я не знаю, гобой, флейту по-другому. То есть вдруг твоё ухо переключилось. Это особенности такие физиологические, ну, к ним привыкаешь быстро. Вообще все танцуют, настоящие фирменные театры, да, танцуют под живую музыку. Я не только говорю о классике. Ведь помимо классического балета у нас есть мюзиклы, которые во всём мире идут. И, скажем, на Бродвей ты видишь живой джазовый оркестр, и танцоры танцуют под живую музыку. Это нормально вообще? Ну, это не труднее. Это, знаете, как-то просто это больше адреналина у тебя вызывает. Вот если говорить об исполнении под живую музыку, возможно ли там момент импровизации? Вот конкретно к танцорам я хотел обратиться. Если вы говорите о том, что каждый дирижёр по-своему играет и дирижирует произведение, то, возможно ли у вас в работе тела какая-то вдруг спонтанная импровизация? Ах, раз и спонтанная. Существует же всё равно партитура определённая. Нет, если это сольная партия, то, конечно, там может быть какой-нибудь кусок импровизации, то есть это спокойно. А если работаешь в паре, то здесь уже, скорее всего, невозможно это делать. И тем более, когда работаешь в группе, в основной массе, то есть это, скорее всего, уже невозможно. А если сольный кусочек, то можно. Ну и потом всё равно не будем забывать, что это симфоническое произведение, в котором существует нотная партитура конкретная. А есть, например, джазовая импровизация. Когда мы работали с Данилом Крамером и Романом Мирошниченко, то там возможны такие, то есть и у пианиста, у музыканта, у любого, там возможны джазовые вариации и туда, и сюда импровизации. И тогда танцовщик в тесном контакте с музыкантом уже подстраивается. И происходит вот это слияние. Когда идёт здесь спектакль, тут уже всё-таки есть чёткие рамки. Ну, тогда давайте напомним нашим телезрителям, где, когда, куда наступит осень в Париже. Да, вот Костя Торлецкий, он играет главного. Между прочим, там знаете ещё что интересно? В этой постановке Валерий Борисович переделал либретто французское. И по французскому либретто там идут африканские божества, которые создали мир. А у нас художник создаёт три божества, а три божества создают мир. Так вот художник – это Костя Торлецкий. Первичное творческое начало. Вот Костя, ты рассказывай. Когда? Да. Это будет 26 ноября в Большом концертном зале, в 19.00. Что могу ещё рассказать о спектакле? Ну, у меня такая роль, где нужно полностью погрузиться, то есть без этого, ну, смысла нет танцевать, да, что-то или просто показывать. Полностью погрузиться в этот спектакль, потому что, ну, как бы, она не главная, но без этого, то есть, без этого погружения уже будет немножко по-другому. Поэтому это не как под фонограмму, вот, да. И… Ты не главный, но ты главный. Да не бывает, не главных ролей, наверное. Ну да, без тебя не начнётся. Это сознательно. Мы вам желаем полного погружения, мы вам желаем единения творческих коллективов без потери индивидуальности этих самых коллективов. Переаншлага, конечно же. Надеюсь, всё так и будет. Представлю нашим телезрителям гостей. Ольга Сергеева, директор «Труппу свободный балет» Валерия Терёшкина, а также танцовщики. Константин Торлецкий, Андрей Мамая. Доброе утро.